Сегодня мы с вами поговорим о новой коллекции Colourpop, которая была выпущена совместно с известным блогером Соней Есман. Я себе купила абсолютно все, что было в этой коллекции, то есть это палетка теней, палетка румяна и хайлайтеры, и также набор помад. Поэтому мы с вами сегодня посмотрим на все свотчи, я покажу эти продукты в макияже, как они себя показывают, как они себя ведут, и подведем в конце с вами итоги. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, если вы здесь впервые, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать видео в будущем, а если вы уже подписаны, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube сразу будет вас оповещать, как только новые видео мои будут появляться на канале, поэтому вы никогда меня не потеряете в своих подписках. В общем-то, обязательно это сделайте, и давайте приступать к обзору. Так, с чего бы нам начать? Давайте, наверное, начнем с палетки теней. Что касается внешних характеристик, то это картонная палетка, в которой вы найдете 4 оттенка теней. Очень похожие палетки, они дарят в подарок при покупке 4 оттенков теней, любых на сайте. Зеркала здесь нет, так же, собственно, как и в обычных палетках. И что касается объема самой этой палетки, то я уже говорила, что, в принципе, для 4 оттенков теней, как мне кажется, это достаточно такая объемная, увесистая коробка, то есть можно было бы ее сделать поменьше. Но если из палетки достать вот этот разделитель, то сюда может поместиться до 10 оттенков теней. Поэтому, если вы хотите сэкономить место, можете, как вариант, воспользоваться таким лайфхаком. Что же касается непосредственно оттенков теней, то мне кажется, что подобраны они очень классно, вот как раз, в принципе, в моей гамме, как мне нравится. Потому что обычно, когда блогер выпускает какую-то коллекцию, каждый старается что-то интересное и как бы необычное, да, в кавычках придумать. Когда я смотрю на вот эту растяжку, в принципе, она достаточно такая вот мягкая, приглушенная, и здесь нет ни одного оттенка, который очень сложно применить в макияже. И я считаю это огромным плюсом, потому что, на самом деле, на данный момент очень мало вот таких вот маленьких палеток, но которые действительно были бы толковыми, которые можно вот только вот эти 4 цвета взять, и, в принципе, сделать очень красивый, как повседневный макияж, так и вечерний макияж. Вот эта палетка именно вот на 100% отвечает этим требованиям, потому что здесь очень два классных и толковых матовых оттенка. Оба эти оттенка тепловатые, светло-коричневый он немножко больше в теплоту отдает, более такой вот средний темноватый коричневый, он немножко более нейтральный, я бы сказала, поэтому они сочетаются просто потрясающе. Что же касается металлических оттенков теней, здесь также представлено два оттенка. Один из них более светлый, он на сайте Colourpop описывается как сатиновый теплый талп, но я бы сказала, что он мне скорее напоминает такой вот темно-песочный оттенок сатиновый, но никак не талповый, то есть я в нем такого серо-коричневого подтона абсолютно не вижу. Что же касается последнего оттенка, здесь он наиболее такой вот нестандартный, неординарный. На сайте он опять-таки описывается как металлический розово-медный оттенок, и мне кажется, что это достаточно точное описание этого оттенка. Я сначала, когда его увидела, мне показалось, что это будет сложный цвет, который будет делать глаза более такими воспаленными в неумелых руках, но в то же время я пробовала несколько вариантов макияжа с ним, в том числе и просто нанесла его на все веко, и вот эти вот коричневые оттенки в складке, и при этом абсолютно потрясающе смотрится, совершенно не создается ощущение, что какие-то вот такие вот красные уставшие глаза, поэтому я считаю эту палетку крайне удачной. Стоимость ее на сайте вот сейчас, когда я снимаю это видео, 12 долларов. Вообще ее обычная стоимость 18 долларов, но сейчас она идет со скидкой. Я считаю, что за 12 долларов эту палетку нужно 100% хватать с руками и ногами, и как можно быстрее. Вы наверняка, если смотрите мои видео, знаете, что я собираю тени Colourpop, потому что мне очень они нравятся по качеству. Они стоят всего-навсего 5 долларов каждый рефил, но в то же время у них качество просто потрясающее. В этой палетке здесь качество тоже не подкачало, потому что все тени очень пигментированные, хорошо наносятся, легко тушуются, и очень приятно то, что действительно в этой палетке все оттенки сочетаются. Да, возможно, с этой палеткой у вас не получится какие-то слишком разнообразные образы, то есть вариации образов можно создавать только за счет формы макияжа, а за счет гаммы, ну, вы видите, в принципе, они все между собой очень сочетаются, и получается очень такой вот в целом мягкий эффект вот в таких вот коричневых тонах. Что же касается палетки румян и хайлайтера, то здесь упаковка абсолютно точно такая же, как у их других румян-хайлайтеров. Единственное, только раньше почему-то они выпускались с зеркалом, то есть в старой версии есть зеркало, сейчас я смотрю, они обновились абсолютно все, и зеркало уже зажали. В то же время я не могу сказать, что это какой-то прям огромный минус, потому что обычно в таких палетках зеркалом я никогда и не пользуюсь. Единственный продукт, где зеркало абсолютно необходимо, это, мне кажется, компактная пудра для поправления макияжа. Вот там зеркало просто необходимо, если его там нет, то это крайне неудобно, когда ты носишь его с собой постоянно, и тебе нужно еще дополнительно постоянно носить зеркало. В таких продуктах, в принципе, мне кажется, что они больше для домашнего использования, поэтому зеркалом обычно в таких вот вещах не пользуются. Если говорить про путешествия, то я скорее буду пользоваться зеркалом в какой-то большой палетке теней, или в целом в палетке теней, и там скорее я буду ожидать, что будет зеркало, а здесь же как-то меня это абсолютно не напрягает. Что меня удивило в этой палетке, так это формула, потому что она здесь явно измененная. У меня есть палетка Double Play, которую я уже показывала на своем канале. Вот это типичные, скажем так, сухие продукты. Сухая текстура бронзера, сухая текстура хайлайтера. Хайлайтер немножко более такой вот шелковистый по ощущению, но в то же время явно понятно, что это вот просто сухая текстура классическая. Что же касается вот этого продукта, то здесь это какой-то гибрид, я бы назвал его гелевым. Что же касается оттенков, мне кажется опять-таки крайне удачно, потому что как румяна, так и хайлайтер мне по оттенку подошли, очень понравились. Румяна на сайте описываются здесь как теплый персиковый с золотым переливом. Я бы сказала, что это не персиковый, это скорее к такому ближе к кирпичному оттенку, то есть он явно вот такой вот коричневато-красноватый, и да, в нем явно видно вот этот вот золотистый такой вот перелив. Очень красивый румяна, мне кажется, что многим они понравятся. Что касается хайлайтера, то хайлайтер здесь, на сайте опять-таки он был изображен как-то очень странно, в нем были изображены какие-то вот как вкрапления блесточек, и я думала, что он именно вот такой вот немножко с блесточками будет. На самом же деле он абсолютно не такой, то есть это сатиновый хайлайтер, и оттенок такой вот ближе к классическому оттенку шампанского. Не розовое шампанское, не какое-то золотое шампанское, а именно вот такой вот классический абсолютно оттенок шампанского. Тоже потрясающе красивый. Единственное, о чем я могу предостеречь, так это о том, что нужно к этому продукту подобрать кисти, потому что из-за вот этой вот гелевой такой вот мягкой текстуры не на все кисти этот продукт набирается легко. Текстура действительно необычная, похожая скорее на тени Супершок, которые у них вот в таких вот беленьких шайбочках. Вот очень похожая текстура именно на эти тени. Когда даже нажимаешь, можно оставить вот такую вот вмятинку, как в кремовом продукте. Что же касается набора помад, то это набор мини-версий помад их, и здесь вы получаете в комплекте 5 единиц, 4 из них это 4 оттенка помад, и еще один это праймер для губ. Давайте теперь быстро пройдемся по оттенкам, и перед тем, как мы перейдем с вами к каждому конкретному оттенку, я хочу сразу вот общее впечатление рассказать об этом наборе. Я бы назвала эту коллекцию 50 оттенков коричневого, наверное, вернее не 50, а по факту 4 оттенка коричневого, но все эти помады так или иначе, они имеют вот в себе вот этот вот такой вот коричневый подтон, коричневый пигмент, то есть это могут быть розово-коричневые, там бордово-коричневые, но все помады имеют вот такой вот именно коричневый подтон. Есть люди, которым это очень нравится, то есть огромные фанаты вот такой вот коричневатой гаммы, есть те, кому эти оттенки не идут, либо кто боится их использовать. Я бы сказала, что для вот такой вот коллекции это, наверное, все же удачный выбор, потому что классических нюдов очень много, а вот это уже такие более нестандартные нюдовые оттенки, их можно отнести к нюдовой гамме, но в то же время они немножко более нестандартные. Здесь мне сложно советовать, стоит это покупать или нет, потому что все зависит здесь просто от ваших предпочтений в оттенках. Что же касается текстуры этих помад, то абсолютно все эти помады матовые, и несмотря на то, что это не жидкая матовая помада, они все равно на губах очень стойко держатся. Сейчас на мне один из этих оттенков, и как видите, вот такой вот тест поцелуем, они вполне проходят, то есть есть небольшая такая вот каемочка, да, перебивается, но абсолютно еле заметная. Если вы будете пить чай-кофе, то на чашке может оставаться легкий след от помады, но в целом она потрясающе классно держится, то есть я, если пользуюсь вот таким вот даже ярким цветом, я не переживаю, что она у меня как-то очень страшно начнет кусками отходить с губ, то есть она очень-очень прилично себя ведет. Ощущение на губах тоже очень приятное, она практически невесомо ощущается на губах, с таким легким как припудренным эффектом, я бы сказала. Теперь давайте пройдемся по конкретным оттенкам. Первый, который здесь входит в коллекцию, называется California Lovers, он на сайте описывается как нюдовый розовый, и в принципе я здесь могу с этим согласиться, он действительно вот такой вот нюдовый розовый, но, как я и сказала, с таким вот подтоном коричневого, наверное. Следующий оттенок называется Empire State of Mind, и это, наверное, самый классический нюд, который вы сможете найти в этой коллекции, потому что он наиболее бежевый, и на сайте он описывается как персиковый нюд, но персика здесь маловато, здесь скорее это вот такой вот именно светлый бежевый оттенок помады, я бы его так описала. Дальше идет оттенок Toronto Terrace, и на сайте он описывается как бежевый нюд, как раз-таки здесь я бы добавила еще одно слово, как темно-бежевый нюд скорее, для меня, по крайней мере, так это точно, темно-бежевый нюд. И эта помада почему-то мне понравилась меньше всего из всей коллекции, не только по оттенку, но и она еще у меня почему-то такая наиболее сухая, она наиболее сухо ложится на губы, и немножко больше, вот как не то чтобы их стягивает, но вот подчеркивает абсолютно все естественные морщины, которые и так есть на губах, поэтому с ней вот как раз-таки нужно предварительно заморачиваться, чтобы готовить губы перед нанесением помады, с остальными оттенками я такого не замечала, то есть остальные оттенки как-то больше скользят по губам, и лучше ложатся. Последний оттенок в коллекции, это скорее звезда шоу, это тот оттенок, который вы сейчас видите на мне, он описывается на сайте очень точно, как ржавый, кирпично-красный, вот именно так бы я его и описала, очень интересный оттенок, я не думала, что он мне понравится, это однозначно акцент будет в вашем макияже, но если нанести эту помаду вот прям очень графично, такими как ровными четкими линиями, она потрясающе смотрится, и как ни странно, этот оттенок мне из всей коллекции нравится больше всего здесь, хотя я думала, что я больше буду склоняться к таким вот светлым нюдовым оттенкам. И последнее, что вы получаете в этой коллекции, это праймер для губ, и его здесь нельзя путать с бальзамом для губ, то есть это абсолютно разные вещи, этот праймер работает именно как праймер, то есть у него такая вот как силиконовая шелковая текстура, которая очень хорошо заполняет морщинки, если у вас есть в губах, и если у вас естественным образом вот много вот таких вот как складочек и морщин на губах, то этот праймер очень вам понравится, потому что он создает более такую вот гладкую поверхность губ, при этом помада на этом праймере скользит просто, я не знаю, как раскаленный нож по маслу. Но я рада, что я его попробовала, потому что я поняла, что это за праймер, то есть это не бальзам для губ, который можно чем-то заменить, а это действительно праймер, который работает, и в некоторых случаях он очень даже пригождается. Ну что ж, давайте теперь подводить итоги. Я скажу достаточно коротко, мне эта коллекция очень понравилась, и я вам скажу абсолютно честно, что если бы здесь стояло мое имя на упаковке, то я бы могла спать спокойно, потому что я бы была уверена, что я сделала очень классный продукт, что он 100% понравится, и не будет валяться, скажем так, в пыльном каком-то ящике, и никто не будет жалеть, что зря на это потратил деньги. Больше всего мне, наверное, понравилась палетка теней, однозначно все оттенки просто потрясающие, очень красивые, очень качественные, и я скорее всего их отсюда достану и положу в свою палетку большую, которую я вам показывала. Также мне безумно понравилась палетка и румян с хайлайтером, очень классный, достойный продукт, если вам нравятся оттенки, 100% берите. Что касается коллекции помад, то здесь на любителя оттенки, если они вам нравятся, 100% тогда берите, вам понравится и качество. Если оттенки вам не нравятся, тогда, наверное, именно вот эту часть я бы рекомендовала обойти стороной. Коллекция, на мой взгляд, действительно получилась крайне удачной. Я хочу поздравить Соню Есман с тем, что она справилась просто на 5 с плюсом. Потрясающая коллекция. Ни одна из ранее выпущенных коллекций так меня не привлекала на сайте Colourpop, как именно эта. И здесь вот мне вот просто каждый продукт нравится, и каждым я 100% буду пользоваться. На этом видео я буду заканчивать, очень надеюсь, что оно вам понравилось и было для вас полезным. Обязательно поставьте палец вверх, если так и было. Как я и уже говорила, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, вы уже, в общем-то, знаете, что делать. И мы с вами тогда увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok